Большая просьба, плюсиками напишите, пожалуйста, в чате, слышно ли меня, видно. Два плюсика будет означать, что я знаю, что вы меня и видите, и слышите. Так, всем доброго вечера. Мы с вами сегодня встретились по интересному поводу, а именно, сегодня хотела поделиться с вами опытом, связанным с подбором персонала. Работаю в области управления человеческими ресурсами больше 15 лет, и в материале выложила для вас интересную информацию. Как мне кажется, она может быть для вас интересна, особенно если вы профильно или время от времени занимаетесь подбором персонала. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы с вами вместе будем целый час. Я постараюсь, в общем-то, с одной стороны, сжато, с другой стороны, очень сущностно, содержательно донести самые важные аспекты нашей деятельности с вами в области управления человеческими ресурсами, а именно, как мы с вами подбираем персонал, где мы делаем ошибки, какие из них типовые, их можно избежать, как избежать и минимизировать риски при подборе, а также проговорим какие-то очень важные составляющие самого процесса подбора. Оставим в конце буквально там 10-15 минут на вопросы. Большая просьба, пишите. Есть специальные области со знаком вопрос, где можно задать свои вопросы. В конце я обязательно по всем пройдусь, или вы можете там также написать какую-то информацию, поделиться своим опытом и так далее. Поэтому все вопросы по ходу, которые у вас возникают, фиксируйте в чате. В конце я вернусь, и мы с вами пройдем. Итак, давайте начинать. Когда мы говорим о подборе, и сложно вообще-то начинать говорить о собеседованиях, о том, как мы подбираем и минимаем персонал, я прошу прощения. Да, да. И еще раз. И не включен. Так. Да, как коллеги мне подсказывают, что не нажалось. Все видно. Да, спасибо большое. У нас отличная служба поддержки. Спасибо большое, что своевременно. Что мы с вами, я проговорила буквально чуть-чуть. Первый слайд был о том, о чем пойдет речь. Собственно, о процессе. И начинаем с самого процесса. Итак, почему про процесс важно проговорить? Потому что сложно говорить о какой-то сущности, не понимая, как он встраивается в общую систему. Если мы с вами говорим о модели управления человеческими ресурсами, мы однозначно с вами понимаем, что если мы с вами руководители разного уровня, или специалисты, или кто-то из вас занимается там своей областью деятельности, бизнесом и так далее. В любом случае, взаимодействие с людьми – это один из процессов управления. Так вот, модель управления человеческими ресурсами состоит, как правило, из нескольких процессов. Обратите внимание, слева направо от отбора привлечения персонала, дальше идет оценка персонала, обучение, развитие, организация труда, все, что связано с функциональными обязанностями, рабочим, местным и так далее. Оплата стимулирования, управление кадровым резервом, управление талантами и так далее. Вот если эту цепочку разложить и понять, что это, в общем-то, система управления человеческими ресурсами, то то, что мы сегодня будем говорить, это один из процессов. Более того, собеседование – это одна из процедур в рамках процесса привлечения персонала. Почему я хочу об этом здесь отметить? Потому что, на самом деле, совокупность всех процедур в рамках процесса управления привлечением персонала – это и есть то, над чем необходимо работать для того, чтобы привлекать людей нужного количества, нужного качества, как мы хотим, чтобы эти люди, в общем-то, давали нам обратную историю, то есть своим качественным трудом. Итак, подбор как процесс. Значит, на самом деле, интересно, что очень часто данный процесс рассматривают очень, ну, скажем, ситуативно, считая, что вот подбор – это когда наш кандидат уже пришел к нам, и мы с ним, значит, проводим определенные процедуры, которые, как правило, называют собеседование. На самом деле, процесс подбора – это, пожалуй, такой, знаете, там, как бы айсберг определенный, мы видим только верхушку, потому что, по большому счету, от того, как процесс выстроен от начала до того, как кандидат вышел к нам и стал нашим работником, вообще зависит, по большому счету, будущее, адаптация данного сотрудника, насколько этот сотрудник вовлечется в процессы работы, насколько этот сотрудник будет результативен и так далее. Если у вас есть возможность посмотреть на слайд, он довольно примитивный, но концептуально задает нам следующие правила, что ключевая история слева – это заявка. Конечно, вы можете сказать, ну, какую заявку, кто будет формировать эту заявку, но на самом деле заявка – это основной документ, который для вас, для вас, в данном случае я обращаюсь к аудитории, для специалистов, для руководителей, неважно, дает исходную информацию. От того, насколько качественная эта информация, зависит качество подбора. Итак, ключевая история – заявка. Дальше – регламенты. Что такое регламенты? Ну, как бы, прошу не читать это, как там, забюрократизировать и так далее, но описать процесс. Первое – как мы подбираем, кто формирует заявку, как она согласовывается, что мы туда вписываем. Следующее – любая документальная процедура относительно подбора имеется в виду, что вот хорошо, заявка случилась, дальше – процесс, как мы осуществляем поиск, как мы проводим собеседование, как мы проводим тестирование – это все, в общем-то, регламенты. И в конечном счете участники, все участники процесса, они раскладываются на определенную роль, о которых мы сегодня обязательно проговорим. Базовая история относительно подбора. У вас есть вход процесса, вход в данном случае документальный – это заявка. У вас есть выход, то есть результат, когда мы сделали предложение к кандидату, и он выходит в определенную дату, в первый рабочий день к нам. Заявка на подбор. Значит, вы смотрите, интересно, что очень часто мы сталкиваемся с вами, ну вот я и со своего опыта могу поделиться, что неохотно и очень тяжело формулировать требования к кандидату. Но на самом деле, с одной стороны, это можно сделать формализованно, когда мы даем готовый инструментарий, такой как, ну, шаблон заявки, да, где заказчик данной позиции прописывает требования. Обратите, пожалуйста, внимание, что у каждой конкретной организации, у каждого конкретного случая заявка может быть своя. И с чем это связано? Это связано с тем, какие требования к той или иной позиции предъявляются у того или иного работодателя. Как пример. Иногда я встречала в своей практике заявки на подбор того или иного специалиста, которые содержали исключительно базовые требования к опыту работы, к образованию. Указывался уровень заработной платы, описание рабочего места, то есть такие очень базовые истории. Есть заявки, где указывается вплоть до особенностей микроклимата в команде, когда описываются те важные компетенции, которыми должен обладать тот или иной сотрудник, уже который придет к нам в процессе подбора. Обратите, пожалуйста, внимание, что заявка, она нужна даже в большей степени нисколько подборщику, который, как правило, уже абсолютно заточен на определенные позиции, вакансии и так далее. Он приблизительно знает. Сколько формализовать для самого заказчика в действительности, что ли я хочу. Очень часто обратная связь, например, от наших руководителей такая, что как только начал прописывать конкретно функционал, конкретно требования, конкретно чего же я хочу и ожидаю от кандидата, у меня сформировался некоторый образ работника. Вот это, собственно, ключевая задача формирования заявки. Итак, заявка – первичный и очень важный документ в процессе всего процесса подбора. Это документальная процедура. Как мы оформляем заявку, как мы ее согласуем, что мы в нее вносим. На слайде я указала очень базовые истории, чтобы у вас как-то система сформировалась, а именно в заявке определяем требования кандидата, определяем параметры трудовой деятельности и, собственно, описание труда, функций, условий трудового договора, понимаем, где сотрудник будет работать, а именно структурное подразделение, какое рабочее место, стационарно-дистанционная работа и так далее, полная ставка, полторы ставки и так далее. То есть все, что касается особенностей. Дальше. Спецификация оборудования, если мы говорим, конечно, о тех сотрудниках, которые работают на специализированном профессиональном оборудовании. Что на итоге в результате процесса? Когда вышел работник нужной, внимание, нужной квалификации и компетенции. Квалификации и компетенции мы рассмотрим далее. Когда подписаны кадровые документы, все подготовлено рабочее место, закуплено оборудование, фактически первый рабочий день без сбоев, четком в соответствии с тем регламентом, описаны процедуры подбора. Но мы не будем затрагивать сегодня процессы найма, процессы оформления трудового законодательства. Мы сегодня остановимся исключительно на базовых параметрах, как мы и где мы допускаем ключевые ошибки при подборе. Итак, роли, о которых я обещала проговорить. Итак, у нас есть пол кандидатов. Почему пол? Потому что, когда мы получили заявку, мы с вами точно понимаем, какой портрет кандидата нам с вами нужен. Я могу только предполагать, что, ну, скажем так, среди наших участников сегодняшнего вебинара есть масса людей, которые занимаются этим подбором профессионала. Есть те люди, которые время от времени занимаются. Есть те потенциальные заказчики, да, кандидаты, кому нужны люди. И, собственно, которые проводят тоже встречи, собеседования, чтобы понять, насколько тот или иной кандидат подходит. Так вот, роли в процессе подбора, на самом деле, они распределены следующим образом. Что понятно, в любом случае есть некоторый специалист, да, который, ну, я бы означила заглавным буквой П, подборщик, да, или специалист по подбору, или специалист службы управления при садном. В общем-то, неважно, который является держателем процесса подбора, который знает, как это делать, который соблюдает регламент проведения процедуры и взаимодействует с заказчиком. Есть полкандидатов. Вот в действительности редко бывает история, когда мы смотрим только одного кандидата и его приглашаем на работу. Конечно, есть некоторая конкурентная среда. Под конкурентной средой я понимаю не только рынок труда внешний. Я понимаю, что любые кандидаты, которые в той или иной степени подходят на данную конкретную позицию, они для нас кандидаты. И, безусловно, заказчик. В данном случае так странно звучит, да, часто говорят, ну, какой заказчик? На самом деле тот, кто синициировал вакансию. Это либо вакансия, или это взамен текущего сотрудника. В любом случае заказчик определяет требования, которые он излагает в заявке. Я еще раз говорю, что, безусловно, бывают разные подходы, когда мы с вами просим заказчика, который дико занят, просто наговорить там любой мессенджер требования, что он хочет и так далее. Зачастую мы с заказчиком садимся, прорабатываем конкретную вакансию. Фактически проводим с заказчиком структурированное интервью по выявлению в действительности, что нужно. Потому что, знаете, как бы за одним термином каждый понимает свое. И когда, например, заказчик говорит, что, например, там те же самые возрастные ограничения, что вот от и до, на самом деле это означает, что, может означать, что просто конкретный опыт данного заказчика был такой, что вот с этой категорией, например, возрастной, ему работает сложнее. Именно поэтому он высказывает свои предпочтения. Хотя очень часто в процессе второго, третьего, четвертого этапов подбора персонала, когда мы уже выходим на какие-то следующие этапы с каждым кандидатом, происходит, претерпевает возможность изменения заявки и формирования у заказчика иного образа. В любом случае, ключевая история по взаимодействию подборщика с заказчиком состоит в том, чтобы не, извините, там в кавычках, продать кандидата, который ему кажется наиболее, а взаимодействие таким образом, чтобы у заказчика точно был сформирован образ того работника, которого мы ищем, и те критерии, которые базовые и крайне важные, он поступиться ими не хочет и не может, и для него это базово, и те критерии, которые, возможно, мы можем заменить. Это просто необходимо, как любой процесс переговоров, тем не менее. Что из этого материала я попрошу выводить? Три ключевые истории. Какие процедуры нужно отладить и заформализовать для того, чтобы не было здесь сбоев в процессе? Первое. Открытие вакансии. Что такое открытие вакансии? В любом случае, вакансия открывается взамен текущего сотрудника, который еще работает, но не удовлетворяет своей эффективностью или иными характеристиками. Когда у нас произошли организационно-штатные изменения, у нас появилась новая позиция, или, например, мы открываем вакансию, как, ну, скажем так, что у нас произошли изменения функционала, и нам уже нужны другие кандидаты. Следующая процедура – отбор и оценка. Отбор и оценка, когда мы уже поняли, какой образ, мы уже набрали пол кандидатов и производим уже отбор с точки зрения соответствия критериям заявки. Согласование предложения. Что такое согласование? Фактически это, когда мы уже выбрали кандидата, мы понимаем, что мы ему предлагаем, да, в англоязычной истории называется offer, job offer. Когда мы закрепляем определенные условия и выдаем сотруднику, потенциальному нашему сотруднику, да, который он может принять, а может и нет. Итак, вот эти основные процедуры. Документально. Итак, документы – это заявка, то есть заказчик нам дает заявку. Мы у кандидатов просим резюме и или анкеты. Очень часто на этапе подбора мы у наших потенциальных, ну, скажем, кандидатов, которые наиболее к нам подходят, мы запрашиваем с вами дополнительные документы, помимо резюме. Например, анкету, которую просим, чтобы он заполнил. Это может быть связано с нашими внутренними процедурами, потому что у нас так принято, чтобы в нашей форме. Или это в режиме онлайн делается для того, чтобы, ну, легче и комфортнее нам потом обрабатывать, или для того, чтобы проходить проверку службы безопасности и так далее. То есть в любом случае это второй документ. Третий – бланк интервью. Бланк интервью – необходимый и крайне важный документ, который грамотный любой подборщик обязательно фиксирует по ходу каждого интервью с кандидатом свои мысли, свои заметки, пометки и так далее. Для чего это делается? Безусловно, для истории, конечно, потому что кандидаты имеют такую возможность возвращаться к одному и тому же работодателю с периодом n месяцев, а то и лет. И все, конечно, должно храниться в определенном банке данных. Кто-то пользуется там истав, кто-то пользуется разными платформами на базе там 1С, САПа и так далее. Итак, четвертый документ – бланк предложения. То есть это джоп-офер, где мы фиксируем наши предложения в адрес кандидата. Итак, всего четыре документа. Заявка, резюме или анкета, бланк интервью и бланк предложения. Какие методики? Их масса, дикое количество. Кто-то используется, кто-то не использует, но в ключевой истории для нас с вами надо понимать, что да, на входе мы можем давать некоторые такие входные испытания при приеме на работу. И о них мы, конечно, проговорим ниже. Итак, это про роли. Давайте пошаговый план. Значит, ключевая история, которую здесь нужно определить, это семь шагов к успеху. Так, определили критерии поиска. Кого ищем? То есть это образ. Обратите, пожалуйста, внимание, что ключевая тут история даже нисколько про, еще раз говорю, про в целом, про идеального кандидата, а именно требования должности, а также требования кандидатов. И здесь они раскладываются на три параметра. Это ценности, это профессионализм и это компетенции. Мы обязательно остановимся, что к чему. Второе. Поиск кандидатов, который на самом деле вот из всего процесса, вот семи шагов к счастью, когда мы находим нужного кандидата, поиск кандидатов занимает наиболее, наибольший объем в структуре затрат времени при подборе, потому что количество кандидатов, которые обзванивают, которые в конечном счете на вторичное интервью доходят, потом согласования идут по этапам, там, руководитель, дальше, следующий уровень, вышестоящий руководитель и так далее, по большому счету, это наибольшая часть времени. Поэтому рекрутмент, вообще, да, подбор, одна из самых сложных, это исключительно мое мнение, одна из самых сложных областей в процессах управления человеческими ресурсами, потому что это бесконечная история взаимодействия с кандидатами, это огромное количество времени на переговоры, собеседования и так далее, и мы тоже остановимся, почему это так важно, столько времени на это тратить. Третий этап. Проведение первого интервью с кандидатом. Это может быть очень легкое интервью по телефону, это может быть сразу встреча очная в ситуации сегодняшней дистанционной работы и вообще в ситуации нашей действительности. Очень часто мы интервью проводим, используя онлайн и телетехнологии, но я хочу сказать, что не все кандидаты реагируют на эту историю положительно, кто-то хочет очно встретиться, очно посмотреть работодателя, рабочее место, где находятся, как далеко ехать и так далее. Это, безусловно, все важно. Дальше. Этап. Сбор рекомендаций. Это необходимое условие. Это просто даже недостаточно, а это необходимое условие. Пятое. Это все оценочные наши процедуры, то есть как раз на соответствие то, что я сказала, ценностям, профессионализму, компетенциям и так далее. Пожалуйста, тесты, кейсы, любые другие предметные задания. Интервью с заказчиком и другими участниками процесса. Собственно, когда вы уже точно понимаете, пять шагов вы как подборщик прошли, говорите, да, я, пожалуй, могу показать данного кандидата, заказчику, ну, например, руководителю структурного подразделения. И седьмая история. Принятие решений, подготовка предложений. Я, конечно, понимаю, что некоторые из вас сейчас думают, господи, что это за огромные там шаги, лишь бы хоть кто-нибудь дошел бы, и мы бы его приняли на работу. Да, безусловно, такое тоже есть. И более того, я хочу сказать, в определенных отраслях нашей экономики и у нас много есть позиций, имеется в виду даже предметных специализаций, которые уже не воспроизводятся рынком образования. Ну, извините, я назову это рынок образования, потому что как бы само образование себя называет рынком, что это услуга нынче. То есть не воспроизводят образование, и, соответственно, отраслям нужно, да, потребность есть. Это высоко дефицитные и, с другой стороны, востребованные специальности. Конечно, есть такие. Конечно, когда он у вас один, вы, скорее всего, будете принимать решение, что да, мы его примем. Но я говорю сейчас, должна же поделиться с вами опытом, а как и что нужно делать при подборе. Так вот, этот семишаговый процесс в голове нужно держать. Итак, от критерия, дальше ищем, дальше первичное интервью. Все, собрали рекомендации, все, оценили, проговорили, понимаем, что можем показать, и, собственно, все, и вы выходите на финальную историю. Итак, телефонное интервью. Почему я даже отдельный, вот, казалось бы, не очень содержательный слайд описала? Вот вы знаете, я вообще призываю экономить время, причем экономить время всех, ваша, заказчика, экономить время, потому что если вы точно понимаете, что ваш заказчик занят, и что каждое интервью, ну, минимум час проходит, и если вы показываете неуспешного кандидата, то кроме как раздражения и недоверия к вам, это не вызовет. Более того, когда неуспешное интервью у заказчика, то... Так, у нас что-то, есть ощущение, что какой-то шум пошел. Я извиняюсь, секунду. Угу. Угу. Буквально секунду, хочу понять, все ли... Угу. Наверное, мне показалось, что не очень слышно. Угу. Вроде все нормально. Продолжаем. И когда неуспешное интервью, вы знаете, очень часто обратную связь нам дают кандидаты, они тоже очень сильно переживают, да, когда они понимают, что вроде бы встреча проходит, а они, ну, просто не соответствуют, им неинтересно, они не соответствуют, ну, любой расклад. Поэтому телефонный разговор может вам дать, ну, процентов 30-40 достоверной информации о потенциальном кандидате. Что это такое? Это такой бриф буквально очень экспресс. Ну, а теф, да, если так можно, ну, в данном случае сказать, это про историю, когда вы, ну, то есть, должны для себя определить цель телефонного разговора, это принять решение. Приглашать на встречу или отказать от дальнейшего рассмотрения. То есть, звоните человеку, уточняйте интересных позиций и так далее. Но здесь еще есть важные два пункта, о которых не забывать. Уточните все, понятно, обязательные требования и только потом назначайте встречу. Например, все хорошо, но вы забыли спросить, сколько до места работы ехать человеку. И он, соответственно, как-то, ну, не поинтересовался. Оказывается, там, два с половиной часа. Конечно, если человек говорит, что да, я готов, ну, вот, практика моя, например, показывает следующее, что, как правило, человек через какое-то время, ну, вернется к этому вопросу и скажет, что недооценил, ну, или переоценил свои возможности. Поэтому позвонили для того, чтобы уточнить все самые важные, главные параметры. И вторая история. Если кандидат не проявил заинтересованности, поинтересуйтесь, может ли он кого-то порекомендовать. Это тоже срабатывает довольно хорошо. Встреча с кандидатом. Интервью. Ключевые факторы успеха. Значит, что мы здесь, на что мы с вами обращаем внимание. Итак, в ключевых факторах. Вы как интервьюер, как первый рекрутер, как специалист по подбору, как угодно, на самом деле, вы должны для себя определить, точно ли вы знаете специфику бизнеса, организации, учреждения, в котором, как бы, работаете, куда подбираете, да, потому что на самом деле знать процесс, как устроено, крайне важно, потому что очень часто работники, извините, кандидаты, которые приходят, уже на первом интервью, сразу задают вопрос, чем заниматься, а в чем отличие и так далее. И вы должны точно знать, как отвечать на тот или иной вопрос. Знание технологии поиска и подбора. Понимаете, технология, овладеть технологией, безусловно, можно, но область рекрутмента – это одна из немногих областей, где навык формируется годами. И это связано как раз с тем, что зачастую рекрутмент делится и несет в себе отраслевую специфику, кто занимается IT-сферой, как правило, знает всех крупных игроков и не крупных, мелких, как конкретных кандидатов, кто перемещается. Ведь headhunting, то есть охота за головами – это очень важная составляющая рекрутмента, особенно executive search. Ну, то есть вот, когда мы ищем уникальных специалистов, мы их перекупаем, оплачиваем релокационные пакеты, перемещаемся с одного города в другой город в масштабах нашей страны или страны в страну. Тем не менее, если даже этой областью вы не занимаетесь, то надо понимать, что знание, как происходит поиск, все равно просто необходимо, даже если вы только пользуетесь порталом Headhunter. Коммуникативные компетенции. Здесь не речь о том, что вы как подборщик должны блистать в области как коммуникации, однако, все-таки обладать высокой степенью эмпатии, то есть, как бы понимать, чувствовать, оценивать, причем не навешивая ярлыки. Это очень сложная история, но, тем не менее, практика показывает, что вот подборщики, которые потом переходят в область и в процесс оценки персонала, показывают блистательные результаты. Второй блок правил. Итак, если вы пригласили на интервью любого кандидата, то ключевая история, на самом деле, не выявить, как это, не вывести его на чистую воду, не вычленить, что же действительно там и так далее. У вас, на самом деле, всего три базовые вещи. Первое. Сразу понять относительно ценностей. Он по ценностям нам подходит. Если у нас с вами ценность, ключевая, например, ценность, что у нас сотрудники должны быть, например, открытые, то есть открытые к общению, готовы к постоянному развитию и так далее. И вдруг к вам приходит кандидат, который говорит, что, слушайте, вот мне самая сейчас базовая история моей ценности – это стабильность, я не хочу никуда дальше двигаться, мне, в общем-то, я очень хочу там развиваться только в своей узкой области, вот, и как бы, ну, не очень готов, например, к какому-то там постоянному внутрифункциональному взаимодействию, то вы точно должны понимать, что это не ваша история. Значит, первая базовая вещь – это ценности. Вторая история, которую вы должны продумать – это его конкретные мотивы. Почему он пришел именно к вам? Или почему вы его пригласили? Что в резюме зацепило? И третья история, которая очень важна. Когда вы интервьюируете, задавайте все время те вопросы, которые действительно вам важны. Из-за разряда «расскажите, пожалуйста, о себе» не работает. Ну, потому что это, понимаете, это потеря времени, но человек 15-20 минут говорит о себе, вам уже, конечно, становится скучно с одной стороны, а вы в голове теребите те вопросы, которые вам действительно интересны. Поэтому ваши правила – проверка на ценности, задавать конкретные вопросы, которые вам интересуют, и третье – фиксировать. Вот просто фиксировать ответы и в бланке интервью, о котором мы говорили ранее, фиксировать и какие-то суждения кандидата, а также свои вопросы, которые вы еще не успели задать. Третья история – это биографическое интервью. Вот на самом деле то, о чем довольно часто забывается, это когда мы, когда, ну, вот кандидат начинает вот про свой вот этот профессиональный путь рассказывать, то на самом деле упускаются очень важные базовые истории, а именно мы не создаем для себя полную картину жизненного пути данного кандидата. А это, в общем-то, очень было бы интересно, потому что жизненный путь – это базовая история, профессиональный путь – вторичная. и даже если вы узнаете досконально, как развивался данный конкретно кандидат в профессиональной предметной области, вы практически ничего не узнаете, как это коррелировало с его жизненным, ну, жизненным развитием, да, вообще в целом. Какие события оказывали на этот путь, на его жизненный путь? Что его сподвигло поменять, например, профессию или, там, карьерно расти и так далее? Обращаю ваше внимание, что все-таки биографическое интервью дает гораздо больше возможностей, нежели просто предметное профессиональное тестирование, как я называю. Вы можете мне задать вопрос, наверняка кто-то напишет в чат, что, слушайте, ну, зачем же в душу лезть, да, это же такое личное и так далее. Никто не говорит о том, что мы будем спрашивать о чем-то личном, но спрашивать, ну, там, вопросы, которые в действительности могут создать полную картину о кандидате, конечно, необходимо. И почему выбрали, вот, понимаете, можно, ну, вот, я закончил там, ну, имени Ломоносова, там, и так далее. А можно спросить, а почему именно этот вуз, там, ну, как бы, там, вы близко там проживали, это была там мечта родителей и так далее. И вы тогда таким образом создаете полную картину. Пример интервью по компетенциям. Вот если вам важно, что проверить сотрудника, вот, предположим, на заявке было написано, что, ну, вот, хорошо, на ценности, да, понятно, вы привезли, понимаете, ваш кандидат, ваш человек. Проверить на такие компетенции, как, я не знаю, ну, например, стрессоустойчивость. Вот очень люблю этот термин, потому что, на самом деле, знаете, когда в резюме пишут, мы об этом проговорим сегодня обязательно, что стрессоустойчив, ответственный, там, люблю команду. Вот это, понимаете, вот это клише определенное, да, но, например, на стрессоустойчивости. Интервью по компетенциям, когда вы конкретными вопросами проверяете конкретную историю. Например, заказчик говорит, слушайте, хочу того, который работает 24 на 7. И вы, конечно, не зададите же вопрос кандидату, а, слушайте, а вот вы готовы работать 24 на 7? Ну, конечно, в провокационных интервью, да, это возможно, а можно просто спросить, слушайте, вот у вас за ваш профессиональный опыт часто были ситуации, там, перегруза, при этом, ну, вот каком-то, или это форс-мажор был, что, цейтнот постоянно, как вам в этой среде комфортно работать, некомфортно, снижается ли у вас производительность или нет. Пример интервью по компетенциям я выложила как пример, да, вот, например, стрессоустойчивость. Приведите к примеру, как вы эффективно выполнили работу с прессингом, да, как справлялись со стрессом, да, что делали. Ну, вот такими вопросами, предметными, конкретными, проверяющими обратную историю от сотрудника, ну, от кандидата, да, как он справлялся. Ситуативное интервью. Это тоже один из примеров, который мы с вами должны знать. Это, ну, довольно редко встречающаяся история, но я, например, в своей практике довольно часто использую, когда вы даете определенную ситуацию, которая вам важна. Ну, например, у вас недавно вы знаете, что был такой случай в организации, в вашем учреждении, да, и вы, ну, просто рассказываете, вот, слушайте, вот, ну, вот такая вот история. Как бы вы поступили? То есть вы обыгрываете ситуацию и слушаете, как говорит, что говорит кандидат. Поэтому ситуативное интервью – это очень важно. Но вы должны четко представлять, для чего предполагается использовать данную ситуацию. То есть, чтобы выявить, что, например, что оценим? Честность, как он там, ну, насколько он открыт, честен, или он там не хочет говорить о чем-то, и так далее. Соответственно, у вас лежит ваш бланк интервьюера, который вы обязательно заполняете. Итак, нестандартные вопросы. Обратите внимание, вот, для того, чтобы немного как-то, ну, расслабить ситуацию, или вообще наоборот, ну, вот, понять степень креативности, например, кандидата, и вообще стрессоустойчивости, в том числе, и гибкости, вы можете создавать интересные просто вопросы, вы знаете, из разряда, там, сколько леденцов поместится в самолет. Ну, как бы, вот, кого-то это просто в ступор, да, ведет, кто-то скажет, в смысле, кто-то начнет задавать вам уточняющие вопросы, кто-то будет раздражаться, сказать, слушайте, а вообще, как, вообще к делу не имеет, а кто-то, наоборот, возьмет листочек, и ручкой начнет там считать и так далее. То есть, пытайтесь аккумулировать разные, вот вместе, да, там, миксовать, наверное, разные интервью-виды для, ну, конкретных, там, случаев и истории. Есть еще нестандартное интервью, когда мы создаем, например, такие групповые условные ассессменты или групповые интервью, когда у нас много кандидатов сразу приходит, например, на позицию, и мы сразу с ними, со всеми, или там делаем какую-нибудь игру, задание и так далее, и отсматривает, да, кстати, многие не соглашаются, я вам хочу сказать, но сейчас все больше это стало распространено. Или наоборот, когда один кандидат, и мы там целым, целым консилиумом. Иногда это нужно, если мы хотим проверить определенные вещи. Что касается сбора рекомендаций, я обращаю ваше внимание, что это сейчас, это просто необходимые условия нас с вами как работодателей. К сожалению, мы как работодатели абсолютно не защищены от недобропорядочных кандидатов, которые, ну, вот просто там обманным путем прорабатывают определенные аферы в части рекрутмента, потому что есть и кадровые агентства, которые, ну, в общем-то, рекомендуют не очень качественных кандидатов. Рекомендации, конечно, очень важны. Но вы спросите, слушайте, а как получить? На самом деле, в рамках одной отрасли довольно легко. Межотраслевое тоже легко. Другое дело, что, конечно, то есть, представьте, вам позвонили, сказали, слушайте, вот у вас работает такой кандидат, можете ли поделиться? Ну, во-первых, мы не разглашаем конфиденциальную информацию, мы не разглашаем персональные, биометрические и иные данные, мы говорим свое мнение, свои суждения относительно данного работника, который у нас работал и не является сейчас нашим работником. Ну, да, звонят, да, мы говорим. Конечно, не хочется зачастую как бы отвечать на там сложный вопрос, но я хочу сказать, что обратите внимание, что, конечно, те рекомендации, рекомендатели, которых указывают наши кандидаты, они не всегда соответствуют действительности, поэтому вы сами ищите того работодателя, тех контактных лиц, сейчас и соцсети, и разные другие источники, чтобы поспрашивать, повыпрашивать именно то, что вам нужно. Это не означает, что говорят, что собирают рекомендации тогда, когда у нас есть какие-то вопросы к кандидату, отнюдь. Совсем нет, это просто должно быть как необходимое условие в любом процессе подбора персонала. Оценка профессионализма и компетенции. Мы говорили про три базовые истории. Итак, проверка ценностей, проверка профессионализма и проверка компетенции. Ценности проверяются на этапе входного интервью, как человек отвечал на те или иные вопросы, что он приводил внимание из биографического интервью, из своего жизненного опыта, как он справлялся, что, каким образом, какие ценности сейчас, мы можем открытый вопрос задавать, что для вас ценно в работе. Кто-то называет уровень заработной платы, кто-то называет содержание труда, кто-то вообще взаимодействие в команде, в коллективе и так далее. Но в чем же отличие профессионализма и оценки компетенции? Профессионализм, знание, умение, науки. Мы с вами, как специалисты по подбору, можем отчасти предположить уровень профессионализма. Но, как правило, на втором этапе, то есть руководителем структурного подразделения данный профессионализм оценивается, когда задаются предметные профессиональные вопросы. И кандидат отвечает. Мы с вами обычно на первичном интервью, даже по телефону или про первичном интервью очном, онлайн, неважно, проверяем именно компетенции. Это характеристики именно такие личностные, которые нам с вами крайне важны на данной конкретной позиции. И мы проверяем, опять же, в процессе ответов кандидата на наши вопросы и фактически наблюдаем поведение, как реагирует тот или иной кандидат. Итак, тесты-кейсы. Ну, на самом деле, про тесты-кейсы я здесь обязательно должна поделиться следующим, что сейчас все больше встречается историй, когда на входе задают какой-то кейс. Обратите, пожалуйста, внимание, что кейс должен быть несложный, он не должен требовать, знаете, полномасштабных нескольких часов работы, потому что, ну, это интеллектуальный труд, на самом деле, как мне кажется, это не всегда, в общем-то, оправданно. И зачастую кандидаты могут это счесть, как, ну, просто, знаете, это, как это, бесплатной помощью, да, попросили решить кейс, на самом деле, потом на работу не возьмут и так далее. Кейс действительно должен проверять определенные важные параметры. Вот какие именно? Например, если вы хотите посмотреть, как человек работает с Excel, не надо ему высылать Excel и попросить что-то посчитать, потому что есть у него коллеги, друзья и так далее, которые за него это сделают. Хотите, чтобы он это сделал? Прямо на первом интервью попросите что-либо сделать в Excel. Да, разверните ноутбук и попросите это сделать. Если вы хотите проверить, знание русского языка, ну, онлайн тестов сейчас много, так же, как и английского языка, то, ну, сделайте это. Какие трудности, с какими вы столкнетесь? Конечно, дополнительные затраты на выполнение как кандидата, так и на нашу оценку, но нам-то тесты и, ну, скажем, кейсы нужны для другой задачи. Когда мы даем кейс, здесь и сейчас, когда человек к нам пришел, или онлайн, мы видим аж целых семь параметров, которые мы можем оценить. Ну, во-первых, заинтересованность. Кто-то скажет, что нет, спасибо, ребят, кейсы делать не буду, извините, ну, нам не по пути. Отлично, уже отсеялись те, которые не нужны. Глубина разбора проблемы. Вот здесь очень важно. Кто-то поверхность решает, а кто-то решает, ну, настолько глубоко, что вот прям очень-очень. Область поиска информации. То есть, смотрите, кто-то решает любой кейс, вот, исходя из данных условий, и не выходит за рамки, а кто-то расширяет, добавляет дополнительные какие-то данные, принимает решение, внимание, да, что я решил, что будет так, да, то есть пусть будет так. Количество этих решений, подача информации. Обратите внимание, я тоже здесь очень важно, да, нам это проговорить. От того, как человек говорит, как формулирует свои мысли, насколько у него грамотный и правильно работает артикуляционный аппарат, зависит на самом деле очень много. Если вы точно понимаете, например, что руководитель, к кому вы подбираете кандидата, ну, как бы ценит, там, например, грамотную устную речь, и вы видите, что кандидат, в общем, довольно косноязычен, это не означает, что он не образован, обращаю внимание, нет, ну, вот, вот с устной речью не очень хорошо, то я вас уверяю, что, скорее всего, успеха, там, в этом взаимодействии не будет, рано или поздно это вылится. Или, например, когда мы взаимодействуем с кандидатом, даже сообщениями, там, письмами и так далее, вы уже видите, насколько грамотная письменная речь, да, если это вам важно, вы это, ну, вы, соответственно, это фиксируете. Ну, соблюдение сроков, ход мыслей, то есть это то, что вы действительно можете проверить. Что такое соблюдение сроков? Начиная от, на самом деле, самого первой истории, когда, например, вы позвонили, и человек пришел, опоздал, не опоздал, извинился, предупредил, не предупредил, мы выслали кейс, вовремя сделали, не вовремя, если не вовремя, предупредил или нет. То есть, очень много историй, которые по каждый пункт можно говорить. Поэтому здесь, когда мы говорим про тесты и кейсы, обратите внимание, да, овчинка, выделки ли стоит? На самом деле стоит, если это действительно прямо такой предметная, вот предметная проверка, сможет или не сможет, что он делает, как он это хочет, этот кейс развернуть или решить то или иное задание. Итак, и напоследок, перед тем, как мы перейдем к блоку наших вопросов, я вот, скажем так, прям про 12 пунктов проговорю, всякие полезности, да, обращайте, пожалуйста, внимание на следующее, да, устная и письменная речь, грамотность, формулирование, умение слушать. Вот очень часто мы в процессе подбора на самом деле не обращаем на ряд вещей, которые были яркие, явные, и потом постфактум. Возвращаемся к первому интервью, вспоминаем и действительно видим, что, слушайте, ну он же действительно постоянно перебивал, он не давал ничего сказать. И на практике так и получилось. Кандидат оказался неуспешным, ну, когда мы уже трудоустроили, он оказался неуспешным, именно потому, что, ну, как бы высокая конфликтность. Как формулирует речь, в смысле, предложение, насколько грамотно, конечно, это говорит в целом о кругозоре, о степени грамотности того или иного сотрудника, уже когда, ну, мы это можем, конечно, узнать и на этапе подбора, и когда уже он станет нашим сотрудником. Готовность к тестированию, ну, конечно, определяет очень многое, то есть готов, не готов, там, сделать, не сделать. Здесь же я бы сказала, когда мы просим писать мотивационное письмо, очень часто мы сталкиваемся с тем, что мотивационное письмо требуется, потому что не столько, знаете, с точки зрения проверки, что он там опишет, как он хочет и страстно желает у нас работать, а с точки зрения, как он сформулировал, а что он описал в качестве основного мотива. Вы, например, в интервью увидели, что основной мотив у него на самом деле стабильность, а он написал, что вы высоко динамичная развивающаяся организация, на рынке там лидеры и так далее. То есть, ну, явно несостыковка, да, то есть от практики к делу. Поэтому готовность вот к вот этим вот испытаниям на входе, это в том числе определяет и уровень мотива, и какой мотив. Проверка документов. Необходимое условие, так же, как я сказала, рекомендация. Что такое проверка документов? На самом деле, это несостыковки. В резюме я могу написать все, что угодно, в анкету, которую вы мне дали, я могу написать тоже все, что угодно, в дипломе об образовании другое, а в трудовой книжке, в копии трудовой книжки, которую он может нам тоже предоставить другое, паспортные данные, например, тоже не соответствуют. Мы тоже можем это проверять, и это необходимо проверять. Открываем трудовую книжку и видим, что у одного и того же работодателя, данный сотрудник, например, в течение последних двух лет то увольнялся, то принимался, то увольнялся, то принимался. В чем вопрос? Непонятно. Иногда, когда мы не делаем такую проверку документов, мы можем ее обнаружить уже слишком поздно, когда человек у нас оформляется, да, или уже оформлен. Наличие фото, отличие фото от реальности. Крайне важная история. Обратите, пожалуйста, внимание, если вам пришло резюме, особенно это связано с возрастом, очень часто многие, во-первых, возраст пишут некорректно, ну, фактически обманывая, особенно это относится к женской части населения, очень часто фотография просто прекрасная, идеальная и так далее, в реальности человек выглядит в разы хуже, и у вас, вот ключевая история, что вы разочаровываетесь. Я не про красоту, я говорю в целом, насколько опрятен внешний вид, как человек себя идентифицирует и так далее. Наличие описания себя в резюме, в том числе, обращайте на это, пожалуйста, внимание, как написал о себе. Ответственность, разу устойчиво готов к работе, это одна история. Как-то креативно и действительно о себе другая история. Соцсети, аватарки, ватсапы и так далее. Это крайне важная история. Обратите внимание, если мы берем, например, персонального ассистента, то есть помощника директора, и видим, что в соцсетях фотографии или образ жизни человека явно не соответствует занимаемой искомой позиции, то, очевидно, эта история говорит о многом. Внешний вид. Внешний вид вы можете проверить и не только при очном интервью, но и используя Zoom-технологии, Teams, любые технологии, потому что на самом деле от того, человек пришел на интервью, я не знаю, в пиджаке или просто опрятно одетый, или в футболке, в джинсах, хотя вы организации, которые в явном виде дресс-код используют. То есть это вопрос адекватности и неадекватности. Ну и последнее, относительно встреч онлайн. Понимаете, можно проводить интервью, и кандидат может находиться, едет за рулем в машине по WhatsApp, сейчас это просто такое время, это действительно возможно, а может быть он абсолютно не использует, то есть вы его берете в отдел информационных технологий, ну или любой, если у вас организация использует эти технологии, в большом объеме цифровизация уже вас поглотила, а сотрудник говорит, что у меня нет ноутбука, я не использую Zoom и так далее, и вообще у меня нет никаких мессенджеров, ну это естественно задуматься, о соответствии, я не говорю, что это должно быть у всех, но я говорю, что соответствуют или нет. Ну и естественно пакет документов для трудоустройства, когда вы начинаете говорить, что уважаемый кандидат, вот нам нужно там из-за справки с ПНД, там нужно психонерологического диспансера, сделать флюорографию, там титры кори, он говорит, о, ну нет, и он начинает уже там гелозить, что-то ему не хочется и так далее. Если пакет документов, он, знаете, в первый рабочий день приходит из-за разряда, он знал, какой пакет документов он должен принести, он приносит там только два-три, говорит, ну это когда, ну там, не сделал, не успел, и так далее, то это вопрос тоже мотива. Поэтому, вот эти все полезности, которые я проговорила, я надеюсь, что чуть-чуть там развеяли какие-то вопросы, а быть может и нет, я сейчас предлагаю, у нас осталось время, как я и обещала, на вопросы. Большая просьба, вот какие вопросы сейчас есть, напишите, пожалуйста, в специальном окошке со знаком вопроса, да, потому что мы с вами тогда бы прошли, что, ну что действительно там интересует, потому что, вы знаете, можно говорить, конечно, бесконечно, да, как вот за час там очень предметно раскрыть конкретную область, только, наверное, по каким-то вопросам, возможно, интересующим, или у вас были какие-то интересные кейсы, которые, ну, не подпадают по то, что я проговорила, и, возможно, вы скажете, ну, слушайте, на самом деле не так, кандидаты вообще не приходят, там, их надо там искать, и так далее. В любом случае, я все-таки скажу, что, ну, пока вы там, ну, кто-то формулирует, наверное, просто многие едут и не могут написать, но тем не менее, я хочу сказать следующее, что сейчас цена ошибки, ну, цена ошибки становится все выше, кандидатов, как хороших кандидатов, все меньше, запросов все больше, рынок труда, на самом деле, очень активный, иллюзия на тему, что, слушайте, ну, нет вакансий, все, декабрь месяц, с первым вознем, декабря, зимы и снега, который принес, то в том числе, большую активность рынка труда, она действительно большая, связана она, конечно, с тем, потому что вскоре у нас праздники, работники, которые хотели уходить, ходят по собеседованиям, работодатели, которые ищут, продолжают искать, успеть найти последний поезд, вагон, да, запрыгнуть, но здесь, наверное, важно сказать, что кандидатов, вот, действительно, очень узкоспециализированных, ну, знаете, узкой предметной области, действительно, немного, ну, вот, как бы, немного, с другой стороны, они, конечно, есть, их надо уметь выискивать, но самая ключевая история, вовремя увидеть и упредить то, что может помешать тому или иному конкретному уже кандидату, будучи уже сотрудником, работать и доказывать, показывать свою эффективность, вот это на самом деле важно, потому что, ну, кто, кто знает, мы можем только предполагать, безусловно, что, да, вот, скорее всего, этот кандидат вот так, а вот этот вот так, да, но это не означает, что это действительно так, доля вероятности ошибки, ровно как и попадания, она, конечно, всегда есть, но, в качестве заключения, вот, хочу сказать еще о подборе, что задача наша с вами, в действительности, понимать, ну, то есть, наша цель не закрыть вакансию, вот, в голове не это надо держать, а в голове нужно держать, что действительно именно тот, кто сейчас сидит передо мной, да, вот, на данном, на данной встрече, не люблю слово, собеседование, потому что в данном случае это встреча, это встреча, это свободное обсуждение, нам важно, чтобы понять такие базовые характеристики данного конкретного человека, абстрагируясь от профессиональных, насколько действительно мы, ну, можно и нужно ему предлагать нашу позицию, потому что ошибка вот здесь, с человеческой точки зрения, гораздо выше, и как правило, еще раз говорю, что такое гораздо выше, это вопрос двух парадигм, кто-то живет из руководителей в парадигме, что независимо от того, какой человек по натуре, какими компетенциями он обладает, личностными характеристиками, если он грамотный специалист, я буду выдерживать от него все, ну, то есть он у меня будет работать. Вторая парадигма наоборот, обратная, что независимо от того, какой уровень квалификации, если он не вольется в команду, если он не лояльный, не соответствует нашим ценностям, то мы, скорее всего, не сможем работать с вами. Вот в зависимости от той парадигмы, в которой вы работаете, зависит по большому счету ваш выбор, вы на что делаете акцент. Конечно, в парадигме первая гораздо проще. Все, профессионально позадавал вопросы, кейсы профессиональные порешал, вперед. А когда уже идет речь о команде, когда вы подбираете них, ну, недостающее звено той или иной команды, это уже история совсем другая. Итак, я так понимаю, что вопросы пока кто-то пишет в чат. Кто-то пишет в чат, да? Спасибо большое, написали, что очень интересно. Ну, здорово, большое спасибо вам. Я хочу сказать, что вопросов пока, ну, понятно, что не очень, как это, знаете, когда такая очень, ну, широкая тема, может быть, вопросов нет. Но вот, знаете, прямо в завершение буквально еще поделюсь таким интересным кейсом. Вот никогда, ну, никогда не думаешь и не знаешь, не чувствуешь себя специалистом ни в одной области, потому что всегда делаешь ошибки, и это нормально. И именно поэтому любой подбор – это многоходовка, да, многоэтапность – это мы проговорили, а многоходовка с точки зрения, посмотрели вы, проговорил там руководитель или ваши коллеги, то есть это несколько этапов, где каждый из которых, ну, интервьюера в данном случае, тот, кто общался с данным кандидатом, фиксирует и описывает свои мысли, да, и дальше они все складываются в одну кучку так называемую, да, так вот, чтобы общее суждение подходит, не подходит. И вот, знаете, на практике делюсь. Вот я со своими коллегами, ну, мы уже много лет работаем в этой области, вместе, ну, просто уже, наверное, тысячи кандидатов смотрим. И вот, вы знаете, на практике получается следующее. Вот, например, три человека смотрят, да, общаются с данным кандидатом. И вот, вы знаете, знаете, если действительно хоть один какой-то, вот, знаете, толика сомнения закралась, что вот что-то не так, вот что-то трёжно, не могу вербализовать, но чувствую, что что-то не так, то однозначно, вот в моей практике подтверждается суждение, что, увы, скорее всего, данный кандидат действительно не подойдет. Если все говорят, что, слушайте, да, на ура, ну, я не знаю, из десяти баллов, там, на семёрку, и все подтверждают, да, то, как правило, идёт, ну, успешный дальнейший этап, то есть мы делаем, там, предложение кандидату, выходит на работу. Но есть ещё истории, когда, к сожалению, все сказали ура, да, и не увидели какой-то, ну, какой-то, ну, я не знаю, какую-то характеристику, которая в конечном счёте потом сыграла в плохую. Вот у нас, Вера, задают вопрос относительно оптимального срока принятия решения, ну, вот, брать или не брать. Если честно, что сейчас вообще, ну, сейчас парадигма жизни такая, мы не хотим ждать, мы ничего не хотим ждать. Вообще люди никогда тебе покушать подадут в ресторане, никогда тебе на работу позовут. На самом деле, если раньше это был промежуток, там, например, две-четыре недели, и это было нормально, то я вас уверяю, сейчас сроки сократились. Если человек пришёл на первое собеседование, потом ему позвали, там, на второе, он уже после второго ждёт, там, ответа хотя бы в течение недели. Как правило, кандидат рассматривает нескольких работодателей, и кто первый делает предложение, ну, в восьми случаях из десяти он принимает решение. Поэтому я считаю, что принятие решения от момента первого, ну, если первое интервью вы провели и сказали, что, слушайте, точно нет, ну, как бы точно нет, ну, я об этом не говорю. Вы говорите, срок именно ожидания, да, вот, кандидата, претендентом, вот, он ожидает, мы говорим, слушайте, вот вы прошли там второй этап, да, с руководителем вас, еще там, не знаю, с заместителем директора, да, предположим, то берите две недели, потому что три-четыре недели это уже слишком много. Очень часто сейчас кандидаты ищут работу, когда они уже находятся на открытом рынке труда, то есть не работая, и для них критично найти работу, потому что очень многие находятся в финансовых обязательствах. Очень у многих людей кредитные обязательства, которые нужно покрывать постоянным месячным заработком. Вот поэтому две недели. Спасибо большое за вопрос. Уважаемые участники, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами. Мы, надеемся, вас будем радовать интересными вебинарами на разные темы в области управления человеческими ресурсами. Вам желаю, даже если вы не подбираете персонал, всегда встречать удивительных людей, хороших профессионалов. Желаю всем хорошего вечера, большое спасибо всем, и я надеюсь, до новых встреч. Всем всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.